Когда живешь в деревне, в природе, расслабляешься вообще капец. Особенно после того, как ты переехал с города, но это самое интересное, что не те люди, которые жили в деревне, то есть деревенские, которые там родились изначально, потом переехали в город и обратно вернулись в деревню, они зачастую не расслабляются и сами деревенские, деревенские пашут, пашут, ковыряются и самое интересное, что вся пахота в основном основана на жрачке и обустройстве жилье, жрачка, выкопал норку, добыл еду, остался секс, размножение. Деревенские в размножении не обгоняют всех, но расслабляешься, ну по крайней мере я, я настолько мне отгорели, ты переедешь в деревню, обвыкнешься и начнешь что-нибудь там делать. Я всю жизнь, с лишним лет в квартире прожил и мне говорили, ну годик-два обвыкнешься и начнешь что-нибудь там строить еще что-то. Ни хрена, 10 лет прожил и у меня не возникло такого желания, абсолютно. То есть я ничего не хочу строить. Для меня это вообще какая-то идея. Может быть я и обязательно, я бы принял, если бы у меня было уже построено, то есть мне надо было, как говорится, уже в благоустроенное место приезжать или я должен оплачивать это строительство. Но так как я настолько расслабился, что я не хочу работать, я не хочу в плане того, чтобы тупо зарабатывать деньги, хотя я это в свое время делал, зарабатывал и неплохо. Обычным работягой на нынешние деньги, но это 150-200 тысяч рублей зарабатывал. То есть я с 7 зарплат мог машину новую купить, иномарку. 7 зарплат. На нынешние деньги это полтора ляма где-то примерно, наверное, да. Вот. И нет у меня сейчас внутреннего ощущения, блин, что надо пахать. То есть я не вижу цели, ради чего. Я должен усираться где-то на работе, где-то еще что-то, да. Чтобы заработать что? Чтобы заработать на колесницу себе, то есть на повозку, чтобы возить свою жопу, я должен заработать, чтобы купить жратвы, построить более благополучный дом, чтобы я там жил и наслаждался. То есть я не вижу, для чего нужно зарабатывать. Нет у меня такой цели. Ну, по сути, по этой причине-то в принципе женатый и убежала. Потому что женское тело, ну, все женщины. Женщины, они как бы гнездо строят. А я всеми своими действиями видом показывал, что гнездо и строить не собираюсь. Мне насрать на это гнездо. По сути. Так что гнездо это не ко мне. Так вот. А деревенские копошатся, копошатся, что-то там строят все. Все время что-то строят, строят. А благоустраивают. Садят, садят. И все вокруг еды. Вокруг еды и обустройство. Для меня это просто крысиный бега, так называемый. Ну, самое что интересное в нашем мире, в нашем мире без финансов, а никак практически. Можно. Но трудно. Если ты готов стяжать, что ли, да, образ жизни такой простой, недорогой, чтобы тебе просто было покушать и где пожить, наслаждайся этим миром. Ты можешь абсолютно что делать? То есть работать на работе, не работать, наслаждайся. Главное помни, не бухай, не жри никакую хрень, интоксикации никакие. Просто наслаждайся этим миром. Смотри, какая красота. Красотища, красотень. Очень красиво. Люблю весну, люблю я лето, люблю я осень, люблю зиму. Абсолютно. То есть я вообще кайфую от нашей природы, вот этой российской, да. Я вообще кайфую от нее. То есть даже вот посмотришь кого-нибудь, это не я. То есть я не опытный человек в плане путешествия там где-то. Я вот, допустим, зачастую слушал Артемий Лебедев, да. Это человек, который наш, российский, лучшая арт-студия, лучшая в России, по крайней мере. И этот человек объехал абсолютно весь мир, и он говорит, что это самая идеальная страна в плане климата. То есть он говорит, там Майами какой-нибудь, где 9 месяцев, ой, 9 месяцев, круглый год, а лето, жарища. И там вот жить 10 лет, это жесть, это скукотища. У нас и какая прелесть. Мы в идеальном месте, вместе живем. То есть Россия это вообще идеальное место в плане климата, я считаю. Ну да, там фрукты мы каждый год не можем жрать, то есть только сезонно. Но сейчас все есть, все. И мы сезонно можем вырастить на сезон все, чтобы у нас было на зиму, как говорится, да. Но нигде в мире практически, ну за исключением каких-то стран типа Канады, США, да. Это вот эти вот северные регионы, которые весь спектр природный вот этот спектр могут прочувствовать весну, лето, осень и зиму, суровую зиму. То есть это просто вообще кайф. Где можно еще вот так вот наслаждаться. И наша страна, которая позволяет жить практически все без запретов, то есть жить как хочешь. Она еще и поддерживает бесплатная медицина и так далее. То есть наслаждайся. Я вот сейчас на инвалидности, ну после инсульта и пенсия маломаськая там, да. Проезд, то есть я льгот на себя оплачиваю, электричка бесплатная. То есть везде-везде льготы. Блин, ты еще можешь там использовать свое пенсионное, как получать там 10% в магазин. Многие магазины скидки делают, пенсионные там по инвалидности и еще что-то. Блин, это вот нигде в мире такого практически нету. Чтоб тебе вот бесплатная медицина. Я вот все медицинские эти проходил, инвалидность оформлял. МРТ, все оплачивает государство. Фантастика. Ну и какая природа. Надо пойти в поход. Хочу летом, может быть час. Сестра мне палаточку дала. У меня есть большая, гигантская, пятиместная. И вот у нее небольшая палаточка. Пойду в горы. Поживу немножко в горах. У друзей в горах поживу. Скажу в горы, посижу там, поживу на несколько дней. Но рекомендую внутреннее развитие. Если ты в городе, не убегай из города. Ты вначале чего-нибудь достигни. Достигни кого-то духовного. Ну лучше не духовного, а лучше осознанности достичь. Но на самом деле, когда ты достигнешь осознанности, тебе будет без разницы, где ты живешь. Но ты конечно можешь выбрать более комфортные такие вот. Как вот у меня, они комфортные условия. То есть, вот сейчас деревня, да. Я каждый день слушаю пение птиц. Стрекот. Сейчас кузнечики пойдут. Это то есть, я наслаждаюсь этим. Они ходят, наслаждаются в парки городские. Но если ты достигнешь осознанности, тебе по сути будет без разницы, где жить. Но ты можешь выбрать более удобное место. Многие убегают из города. То есть, они не справляются с наплывом вот этих вот трудностей, сложностей. Это именно люди, которые начинают заниматься духовным развитием. И вот уезжают там в деревню еще куда-то там. Там все они, все эти духовные люди там. Кришнаиты, там эти, скажи, христиане, анастасиевцы, староверы. Все вот они бегут. Они бегут из города. Они считают, что город это зло. Зло не существует. Ты его создал в своей голове. Но в городе проще, намного проще достичь какого-то уровня осознанности. Потому что есть с кем общаться. То есть, я сижу здесь в деревне. Мне пообщаться с осознанным человеком, это невозможно. Их здесь нету. То есть, надо ехать куда-то, надо куда-то ехать. К знакомым, к сестре, там еще куда-то. А вот она, например, крутится в своей среде, да, люди пробужденные. Она вот в этой среде вращается. Там их много. Но когда ты пробуждаешься, тебе, по сути, с ними не надо общаться сильно-то. Ну, только как бы это, для улучшения своей портфолии внутренней. Не бегите от себя. Познай себя. Познай себя внутреннего. И ты почувствуешь, куда тебе надо. Надо тебе уезжать, не надо уезжать. Здесь, конечно, круто. Зимой круто, всегда круто. Летом вообще кайф. Ну, блин, я как вот не представляю, как без зимы. Сказал, не представляю. Значит, надо будет представить, да. Зима – это круто. Так что, наслаждайтесь тем местом, в котором ты есть. Только здесь и сейчас. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Люди, дорогие подписчики, те, кто подписан в Ютубе, переходите в Дзен, переходите в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме. Обязательно переходите, потому что Ютуб у нас будут прикрывать. Переходите обязательно, чтобы вы мои сумасшествия могли наблюдать на всех ресурсах. Я есть во всех практически крупных ресурсах. Все. Только здесь и сейчас. – Субтитры сделал DimaTorzok –